Здравствуйте дорогие друзья. Четверым мигрантам, напавшим на магазин «Пятерочка» в Истри предъявили обвинение в избиении продавщицы до смерти. Об этом сообщила старший помощник руководителя КСУСК по Подмосковью Ольга Врадий. Четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбои и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть, сказала правоохранитель. По ее словам, следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Также стало известно, что фигуранты признались еще в двух других эпизодах разбойных нападений. В Раде рассказала, что обвиняемые сообщили подробности их участия в преступлениях, совершенных ими ранее в Истринском районе. Отмечается, что ранее заведенные уголовные дела передадут в следственный отдел из органов МВД для соединения в одно производство. Представитель правоохранителей подчеркнула, что один из нападавших, в прошлом сотрудник сетевого продуктового магазина и знал о внутренних процессах работы. Между тем выяснилось, что подозреваемым в совершении нападения необходим переводчик для участия в следственных действиях, так как сами они плохо владеют русским языком. В каком месте? Покажи, Павел. Здесь? Здесь правильно было? Где упал? Он говорит, без создания. Без создания упал. Вы дальше что делаете? Щетку. Он и на зер. Он на зер, говорит, он зашел заднюю дверь. Продемонстрируй, как не носил удар. Дальше что происходит? Удар в каком области случился? Что сзади? Он... Тушишь? Он... Когда ты наносил этот удар, ты куда-то специально оценился в какую-то определенную часть тела? Да, Гонжи не го кайф не за него, а он зашел. Не го кайф, 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 не го кайф. После данного удара, перегамной палкой, какие еще удары ты наносил? Боджи корка, где бади в афтках задал. Боджи кхелезаде. Задал я с там, ребят? Я на задал я. Боджи палкой и на горкой. Покажи, как ты следующий удар являешься. Боджи кхелезаде, бади. Бади, он когда взяли одну ногу в какую часть тела, ты помнишь? Нет.